Приветствую, Анна. Вы знаете, вот даже по вашему тексту чувствуется, насколько вы, знаете, безответственно, что ли, подходите к ситуации, в которой вы оказались. Даже по тексту вашему чувствуется, насколько безответственно вы относитесь к себе и к, соответственно, молодому человеку, который, в общем-то, при всем желании, да, по-другому вести себя сейчас не может. Понимаете? Если говорить именно о советах, если говорить именно о советах, да, то психолог, именно психолог, совет дать не может. Потому что, ну, на про мы, собственно, и психологи. Мы не даем советов. Вот. Но я бы рекомендовал вам отстраниться от мужчин. Я рекомендовал бы вам отдалиться от него сейчас. Настолько, насколько это вообще возможно для вас. Настолько, насколько, ну, вы можете это себе позволить. Именно себе. То есть, вот. именно чтобы, именно чтобы человек наконец-то, чтобы человек наконец-то увидел результат своих действий. на себе, собственно говоря, что он делает. Чтобы человек понял, куда ведет его, его поведение. Ну, а пока, пока этого не происходит, к сожалению. То есть, если вы хотите, чтобы ситуация изменилась, да, если вы хотите, чтобы ситуация поменялась, то нужно от него отдаляться. И здесь у меня вопрос, собственно говоря, к вам. По какой причине вы продолжаете с ним находиться? То есть, чего вы ждете? Вы ждете, что он изменится? Надеетесь? Вы привязаны к нему? Или что? Понимаете? То есть, если говорить о том, что вам делать в этой ситуации. Если говорить о том, что вам делать в этой ситуации. то только одно. Отдаляться и больше внимания обращать именно на себя. Не на, значит, мужчину, да? Не мужчину пытаться переделать. А себя любить. О себе вспоминать. То есть, вспомните, что есть вы, что вам тоже нужна ласка, забота, тепло, внимание, поддержка и так далее. Вот. Правда, то, что вы оказались здесь, ну, я имею ввиду, на сайте, на нашем. То, что вы оказались здесь, ну, это может свидетельствовать о том, что вы, значит, имеете определенные проблемы с самооценкой. Вот. То есть, у вас есть, возможно, трудности с самооценкой, у вас есть, возможно, сложности с самооценкой. Вот. И из-за этого, из-за этого, собственно говоря, вы и не можете вот как-то взаимодействовать с, ну, с мужчиной адекватно. Так, чтобы и вы были довольны, да? Чтобы и он был доволен тоже, как и вы. Вот. И так далее. То есть, мне кажется, что вот здесь, конечно, нужно разбираться. Как так вышло, как так получилось, да? Что... Что... Вы... Тратите... В общем-то... ...всое время на человека, на человека, который вобщем-то... Э-э... Ну... ...в chose... Который к вам относится весьма-весьма. Весьма. Посредственно. Ведь у этого тоже есть причины какие-то, вот, и, думаю, сомнения, что эти причины вас, т.е. вы сами, в силу обстоятельств каких-то, вероятно, не можете от него уйти. То есть вы говорите, что не знаете, что делать вам, вот, вы не знаете, что вам делать. Вы не знаете, как вам себя вести. Отчего же не приходит столь простое, на мой взгляд, решение. Знаете, вот, обещение столь простое, на первый взгляд, не приходит потому, что для этого нет ресурсов. Почему нет ресурсов? Куда ресурс подевался? Это уже вопрос. Тот же вопрос к вам. И, думаю, сомнения, что если как следует с этим поработать, то вы увидите, что, например, боитесь вы остаться одна, может быть. Вы увидите, что, возможно, вы боитесь, что никому, никому не будете нужны вообще, совсем. Ну и есть еще какие-то, возможно, моменты, о которых вы здесь не говорите. То есть, например, отстраненный отец, любовь которого вы, вероятно, пытаетесь завоевать, завоевать, ну, завоевать, вот, своим таким поведением, вот. Кто знает, с этим в любом случае нужно разбираться. И, на мой взгляд, чем раньше вы начнете это делать, тем лучше. Потому что ведь жизнь свою на человека вы теряется. Время теряется своё на него. А ведь время вам не восполнит никто. Понимаете? Какая тонкость. Т.е. совет, совет, именно совет, который я могу вам дать, да, именно совет, как психолог, это разобраться с тем, что вас с ним держит. Можно было бы предположить, что вам, мужчина, ну, вот, нравится просто, вот, ну, как человек, вот, такой. Ну, я мог бы, я мог бы это предположить, что вам, мужчина, мужчина, это как, как человек, такой, вот. Так вы явно испытываете негатив от того, что происходит. Вы явно недовольны тем, что происходит. Вот. Давайте разберём сейчас ваш текст. Значит, мы живём с парнем уже два года. Вы пишите, мы живём с парнем уже два года вместе. А до этого, наверное, какое-то время встречались. Вы пишите, он бросил учёбу пару лет назад, потому что не хватает денег. Ну, здесь, собственно, первый важный момент. Не хватает денег кому? Не хватает денег, простите, на что? То есть, вот, какая-то слабая, слабая, на мой взгляд, причина. Я бросил учёбу, потому что не хватает денег. Ну, если не хватает денег, то, наверное, нужно работать по логике вещей. А мужчина, я так понял, не работает. Ну, если я правильно понял вас. И отсюда возникает вопрос. Так он бросил учёбу, потому что денег не хватает. Или наоборот? А мы идём просто искал повод. Потому что, ну, странно. Странно это. Странная история. Обычно, люди на работу идут, когда возникают трудности с деньгами. Ну, стараются как-то заработать побольше. А весь человек просто решает бросить учёбу. Причём, интересно, интересно, что он начал учиться, и денег хватало. А потом, денег почему-то перестало хватать. То есть, здесь тоже надо бы разобраться, вот, как так вышло. Почему денег перестало хватать. То есть, денег хватало, 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 а потом перестало. Ну, а тут вы описываете дальше ситуацию с игрой, которую вы называете компьютерной. Ну, ну, то есть, вы называете игру, вы называете игру компьютерной, вот. Но лично я думаю, лично мне думается, что это не совсем компьютерная игра. Ну, потому что это, как я понял, вербальная игра. Вот. Соответственно, вербальная игра, ну, не может считаться в полной степени компьютерной, Именно. Вот. Это избегание. То есть, мужчина, он избегает, значит, чего-то, он избегает ответственности, он просто избегает, всего избегает, вас избегает в том числе, на самом деле. Да? Ну, потому что, игра это избегает, в данном случае. Вот. И, это не желание брать ответственность. Злость, это защитная реакция, защита. Мужчина. От, грубо говоря, ну, от желающих ворваться в его придуманный мир. А Грейси, это защита. Вот. Ведь, за что, по сути дела, на вас злится? А он злится. Значит, скорее всего, скорее всего, он злится сам на себя. Ну, да. Я понимаю, что вам не легче, от этого. Скорее всего. Но, тем не менее. Может быть, может быть, немного лучше, понимая данный аспект. То, что происходит с мужчиной, вы будете лучше реагировать на него. Ну, на его поведение. Вот. Хотелось бы обратить... Ваше внимание. На то, что он злится, говорит, что я просто ничего не понимаю, потому что мне родители оплачивают обучение. Хорошо. Хорошо. Допустим. Допустим. Вы ничего не понимаете. Но он, то есть, что делает, чтобы деньги появились? Ничего. Правильно? Он не работает, не пытается, там, чего-то достичь в жизни. Это его выбор. Он, то есть, мужчина, его сделал. Свой выбор. Мужчина, свой выбор сделал. А вы? Вы сделали свой выбор? Мне кажется, что нет. Почему? Смотрите. На что говорится? Мне родители оплачивают обучение. Я не знаю, что делать. Что делать? Пишите вы. Что делать, чтобы что? Что вы хотите делать? То есть, прежде чем что-то делать, нужна цель. Прежде чем что-то делать, нужна какая-то задача. Прежде чем делать что-то. А у вас, у вас как будто задачи нет. То есть, вы не ставите себе задачи каких-то. Вы просто говорите, я не знаю, что делать. А что здесь можно сделать? Понимаете? Да ничего. Мужчина сделал свой выбор. Мужчина принял решение. Вы его решение не приняли, вы с его решением не согласны. И это нормально абсолютно. Это важно. Это уже ваш выбор не соглашаться с его решением. Но вместе с этим надо бы, чтобы вы что-то делали сами. для того, чтобы ситуация как-то нормализовывалась. Может быть. Понимаете? Какая история. То есть, вы пишите, что я не знаю, что делать, а вот как бы поступил на вашем месте человек, который, ну скажем так, ценит себя. Он сказал бы, ну, как бы, ты не хочешь учиться, не хочешь работать, не хочешь содержать меня. Или нас, или как-то еще, я не знаю, как у вас организован бюджет. Хорошо, не надо. Не хочешь этого делать, ну, ладно, не буду тебя заставлять. Ни в коем случае не буду. Но, в таком случае, если ты не стремишься, я не хочу, соответственно, идти за тобой. Можете вы так сказать? Конечно. Имеете вы право так сказать? Конечно. В праве ли вы? Конечно. Понимаете? Конечно, вы в праве. Вы в полном праве. Вопрос только в том, что делать дальше в этой ситуации. Вопрос только в том, как себя вести. И здесь возникает вопрос. Не боитесь ли вы человека потерять? А если боитесь, то что это будет для вас значить? В таком случае, именно для вас? Лично для вас? Понятно. Я надеюсь. Так. И вот опять вы пишите, я не знаю, что мне делать. Второй раз. Когда он уже играет в игры, вы пишите, я не знаю, что делать. Вы свои цели сформируете? Сформируете? Свои. Ну, например. Например, например, вы учитесь, например, да, допустим, вот какой целью вы учитесь, чтобы, чтобы что делать, ну, что планируете делать через учебу, что хотите делать через учебу, какие у вас планы больничные, вот, и, соответственно, как мужчина вас отвечает всему этому, всем этим планам, как мужчина отвечает. Вот уже исходя из этого, делайте выводы, делайте выводы, исходя из этого, исходя из этих моментов, вам нужно делать выводы. То есть, если мужчина не отвечает вашим требованиям каким-то, то, ну, что ж поделать, если он не отвечает требованиям. Значит, вам не по пути. Опять же, вспомните, значит, что для вас является важным вообще. Вот вообще, 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 что для вас является важным, например, в мужчине. Ну, просто вот, эээ, как в мужчине, как в таковом. Что для вас является важным. Тут ли этот мужчина, которого вы хотели видеть рядом с собой? Я почему-то думаю, что нет. А для чего вы его тогда терпите? Ну вот, хороший вопрос. Потому что у вас есть личная заинтересованность в этом, в том, чтобы его потерпеть. Какая заинтересованность, какая заинтересованность, я пока не знаю. Потому что, ну, нужно работать с вами, чтобы понять, в чем там дело. Вот. Ну, я думаю, что вот, примерно так обстоят дела. То есть, то есть совет, совет, который вам можно дать, совет, это больше внимания уделять себе. И меньше мышечки, но можно даже от него не уходить. Просто занимайтесь, ээм, своими делами. Да, занимайтесь тем, что вам нужно, важно, интересно, может быть. И всё, собственно, собственно говоря. Вот если будете действовать так, что мужчина или опомнится, начнёт бояться вас потерять, особенно если вы с мужчинами, ээм, с другими взаимодействовать начнёте. Вот. Либо, ну, либо продолжат отдаляться все дальше и дальше. И если вы будете страдать, то это уже будет ваша собственная реакция и с ней, с вашей собственной реакцией уже можно будет работать отдельно. То есть, пока, вот, эээ, пока, да? Исходя из того, что вы написали, ну, можно только вот обратить внимание на себя. Но, я думаю, что у вас есть проблемы с самооценкой и с самостоятельностью. Опять же, поскольку вы к человеку привязаны, получается, достаточно сильно привязаны. Что, я думаю, что раз вы привязаны к нему, значит, ну, наверное, в этом случае имеет смысл подумать над природой такой привязанности. Потому что, ну, да, да, два года вы, значит, два года вы были вместе, два года вы жили вместе, это я понимаю. Прекрасно, что два года. Ну, а ради чего сейчас вы с ней? Подумайте, подумайте на эту тему. Самое главное, что человек не обращает на вас внимания не просто так. Ведь вы не обращаете внимания на себя. Вы, получается, пренебрегаете собой, когда позволяете мужчине, да, вот так вот себя вести. То есть, не обращать на вас внимания, принижать вас всячески, вот, обесценивать, оскорблять, ну, вот, своим поведением, да, вот. И так далее. Потому что он так себя ведёт. То есть, вы в критический момент, когда нужно было, а вы, собственно, ну вот, повели себя, видимо, достаточно пассивно. И плюс мужчина, наверное, мужчина уверен по какой-то причине, мужчина уверен, что вы от него никуда не денетесь. Вот. Это неприемлемо. То есть, ну, мужчине нельзя расслабляться. Понимаете? Вот. 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 А вы его расслабили. Вот. И теперь он творит, что хочет. А то есть, я молчу про то, что у него есть какие-то свои проблемы, которые он, ну, не горит желанием решать, судя по тому, что вы написали. Вот. Вот и ответьте себе на этот вопрос. Хотите ли вы быть тем, кто не готов решать свои проблемы? Ответьте. И если не готовы, то что можете сделать для того, чтобы перестать зависеть от человека? Ну, это всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.